Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская и ведущий-методист Екатерина Соколова. Здравствуйте! На днях состоялась презентация книги «Дары небесные» Елены Колодкиной. Автор примечательен тем, что работает в народных стилях. Расскажите, о чем книга? Действительно, талант Елены Валентиновны Колодкиной безграничен. Нам очень приятно, что эта книга наконец вышла в свет, потому что она создавалась 20 лет еще при жизни Елены Валентиновны. Она приходила к нам в Центр народного творчества. Мы всегда вместе сотрудничали. У нас было очень много проектов. Она помогала нам и методически, и практически. Ее идея, ее инициатива создания пособия, такого художественного пособия для специалистов, для руководителей различных кружков декоративно-прикладного творчества, для учебных заведений. Конечно, это было ее желание, это была ее надежда. Ей очень хотелось, чтобы такая книга появилась. Книга по вышивке, по рязанской традиционной вышивке. Она занималась этим очень глубоко, процессом. И, конечно, то, что она делала своими руками, душой, это произведение искусства. И на сегодняшний день, слава Богу, что эти произведения остались, они целы, они находятся в коллекциях художественного музея, кровеческого музея, частных коллекций. Этот замечательный, красивый альбом вышел, и, конечно, он попадет в руки наших мастеров, он попадет в руки детей, а для нас это важно, преемственность поколения, чтобы это наследие не исчезало. Он попадет во все библиотеки Рязанской области. Ну, я с удовольствием предоставляю слово Екатерине, потому что Екатерина – последователь Елены Валентиновны, и ученица ее, и ее трудами, ее любовью к родному краю, к народно-художественным промыслам сделано очень много за последние годы. Екатерина, расскажите нам, пожалуйста, какие традиции собирала Елена Колодкина, в каком стиле работала мастер, что было ее любимыми предметами, например, что она изготавливала? Елена Валентиновна Колодкина очень долгое время преподавала, можно сказать, что до самых своих последних дней жизни, и поэтому и книга родилась не просто так. Ей хотелось весь накопленный ей знание и опыт передать тем, кто так же, как и она, ценит народное искусство, пытается приоткрыть дверцу в этот замечательный жанр искусства – вышивку. – Кто не просто так смотрит и любуется на эти орнаменты, а пытается увидеть в них какую-то глубину знания наших предков, и поэтому родилась эта книга. – Потому что Елена Валентиновна не просто в своих работах использовала эти традиционные для нас орнаменты, она пыталась их понять и пропустить через себя, как через человека, который живет в наше время, и уже современному человеку в современном быте создать такие вещи, которые могли бы радовать нас и сейчас, и быть актуальными и по сей день. – Мы знаем, что такое Михайловское кружево, вот на чём она специализировалась, что нравилось? – Елена Валентиновна в том числе и знала технику Михайловского кружева, но более всего она, конечно, любила рязанскую вышивку, чем она отличалась от других регионов. – Ну, пожалуй, может быть, вот так сказать, если в общем, наверное, ничем. Так же, как и везде, было множество швов, которые использовались и в Рязанской губернии, но в них был, в этих орнаментах был свой колорит, свойственный только для Рязанской губернии. И Елена Валентиновна очень с большой любовью относилась к этому. – А что было её любимыми изделиями? Она делала салфетки для дома или это какие-то парадные работы? – Вы знаете, она вообще любила разные предметы украшать и создавать произведения в совершенно различных формах, скажем так. Это были и традиционные для нас столешницы, скатерти, салфетки для обеденного и праздничного стола. Это были крупные такие вещи, как шторы или нетрадиционные для народного искусства панно, она очень любила, которые несли как бы свою философскую идею, то, как она это видела, да, как она представляла себе народное искусство. Елена Валентиновна работала в разных направлениях, и два из них вот направления таких очень ярких её творчества было – это создание кукол в традиционном костюме. Она очень трепетно относилась к этому, и, как правило, куклы эти были в традиционном рязанском костюме, а Рязанская область, она богатая традицией костюмной. Елена Валентиновна в этом плане очень много работала, работала с творческими коллективами, с солистами, и у неё были действительно очень красивые костюмы, посвященные Рязанской области, и вот вы увидите. То есть это костюмы для выступлений? Это костюмы для выступлений, это сценические костюмы, это работа её и её студентов выпускные, а вот уже сценические костюмы. Вот Мария Ведяпина, знаменитая певица, и многие другие коллективы, поэтому, конечно, в этом плане Елена Валентиновна сделала очень много. Но самое главное, что у неё были последователи, у неё были ученики, которые подхватили это. Конечно, творчество её безграничное, и она всегда принимала во всех выставках, всероссийских, международных участий её работы, пользовались необыкновенной популярностью, то есть это всегда был центр притяжения. Если Рязань выезжает с её работами куда-то, то, конечно, около её стендов, около её работ всегда очень много людей. Она много работала и за рубежом, и хочу сказать, что у неё был создан свадебный наряд для супружеской пары во Франции, и французская пара выходила в традиционном русском красивом наряде. Конечно, для нас это целое событие, потому что не так много мастеров, не так много у нас художественных альбомов, методических пособий именно по вышивке Рязанской области, поэтому для нас это знаковое событие, не только для нас, я думаю, что и для всей России, потому что такие альбомы, они в издательстве очень дорого стоят. Десять лет назад он уже был отредактирован, он был свёрстан, но немножко имел другую форму, немножко другое содержание, и вот в прошлом году за это взялись уже профессионалы из Москвы, и он совершенно обрёл новое звучание. Он здесь был дополнен действительно картинами из Третьяковской галереи красивыми, нашими шедеврами. И всё очень сделано грамотно, красиво. И я очень рада, что Рязанская область получила вот такой подарок в качестве вот именно такой книги, такого альбома. Вы уже говорили, что альбом рассчитан на профессионалов, да, на повышение квалификации, скажем так. Ну, как методическое пособие, да, но он и на широкую публику, конечно, рассчитан, потому что мы соприкасаемся и с народным творчеством, и с вышивкой, с народно-художественным промыслом, с произведениями искусства художественными. Конечно, это всё соединено, это всё в комплексе. Я думаю, что если у каждого появится такой альбом, я надеюсь, что он будет ещё доиздан, что тираж его увеличится. Вот, желающих приобрести такой альбом много. К сожалению, он пока не продаётся. 800 экземпляров, да, пока не печатают? 500. 500 экземпляров, не так много. Вот, поэтому для нас главная задача, чтобы он попал во все библиотеки, чтобы он попал в базовые учреждения культуры, чтобы он попал в школы искусств, в детские школы искусств, в институт культуры, ну, в такие учреждения, где действительно он будет востребован. И хочется сказать, что вот буквально на днях у нас прошёл Единый день народно-художественных промыслов и ремёсел Рязанской области. Он прошёл буквально во всех учреждениях культуры, во всех муниципальных образованиях. И вот в рамках этого единого дня мы презентовали эту книгу в нашем Рязанском областном художественном музее, пожалуйста. И то, что в последнее время уделяется очень много пропаганде народно-художественных промыслов Рязанской области, нас это радует. И мы надеемся, что наши знаменитые промыслы, это Шиловская лоза, Кадамский винис, Михайловское кружево, Скопинская керамика, конечно, будут на пике популярности. И, конечно, будут украшать не только рязанскую землю, но и Россию, вообще всё мировое искусство. Екатерина Викторовна, Вы как ученица, расскажите нам, пожалуйста, на что делала акцент при обучении Елена Валентиновна? Что легло в основу обучения? Каким должен быть мастер, на её взгляд? Ну, прежде всего, как я и говорила, Елена Валентиновна давала общие понятия, что такое народное искусство, потому что невозможно в отрыве изучать просто такую специальность, как вышивка, тем более традиционная вышивка. И не знать, о чём вообще мы говорим. Потому что народное искусство – это огромный пласт культуры, и там очень много всяких видов жанров, вернее, искусства в него входит. И вышивка, и ткачество, орнаментальное в том числе, и кружево, кружево сделанное на коклюшках, и игольчатое кружево. И много-много всего другого очень долго перечислять. И всё это мы с Еленой Валентиновной об этом, вернее, мы говорили всегда на уроках. У неё, вернее, у нас в мастерской. Почему в мастерской? Потому что мы вместе с ней наблюдали весь процесс создания произведения, начиная от замысла, прорисовки на миллиметровке в цвете, и потом уже до подбора тканей и нитей к какому-то произведению, к какому-то изделию. Мы весь этот процесс наблюдали, как делает это она. Поэтому в большей степени, как и традиционно, знания передавались от мастера к мастеру, как это и должно быть в народном искусстве. Весь этот процесс мы видели и буквально впитывали его в себя. Сколько времени уходило на один такой небольшой шедевр? Ну, на шедевр времени, конечно, уходило больше, потому что всегда любое из её изделий, произведений, оно обязательно несло какой-то философский смысл. Это не просто был орнамент, вписанный в материал, всегда какая-то была интересная идея, какое-то произведение она прочитала, или увидела какой-то прекрасный костюм, на котором она увидела тот или иной орнамент, или оригинальный колорит. Вдохновением могло служить всё, что угодно, даже живописная работа какая-то. Или произведение, возможно, керамики или другого вида искусства. А может быть, это и интересная встреча с друзьями натолкнула её на создание какого-то произведения. То есть она была максимально широким специалистом в сфере народных промыслов. Мне хочется сказать, что, конечно, прежде чем создать произведение искусства вот такого масштаба, конечно, надо изучить досконально традицию Рязанского края, потому что практически все её произведения, все её работы, они базировались на традиции Рязанской области. Для нас это очень важно. Почему цены её работы? Потому что это Рязань. Везде прослеживается Рязань. И по поводу создания, например, костюма, традиционного костюм, который она делала солистом ансамблем вокальным, прежде чем его придумать, создать эскиз, образ этого костюма, она обязательно прослушивала то, что исполнял коллектив, то, какой был репертуар у солиста. Обязательно слушала эту кассету, ходила на концерты, и тогда уже появлялся какой-то образ, она уже могла передать. Действительно, это было великолепно, это было красиво, и это было, самое главное, в традиции. То есть она старалась в душу именно заглянуть артистично? Обязательно, в душу. Здесь не случайно эта книга называется «Дары небесные», потому что это сверху. Она была человеком религиозным, духовным, поэтому вот эта духовность, она вся была пропитана этим духовным началом. Спасибо большое за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были представители Рязанского центра народного творчества. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова